Три, два, раз. На канале Субъективно об Америке с вами Таня Генерал в виде невидимого голоса за кадром. И очаровательная Юля, моя сегодняшняя гостья на красном диване. Мы продолжаем разговор о первых шагах иммигрантов в новой стране, о том, с чем им приходится сталкиваться. И по моей просьбе Юля сейчас вам расскажет о медицинской страховке для не имеющих работу. Тема очень актуальная. Послушаем. Юля, привет! Всем привет! Итак, когда я только приехала, в первые дни, я стала, естественно, выяснять, какие документы должен иметь при себе человек. У меня тогда еще не было social security, мне еще его не прислали. Его присылают в течение 10 дней. И нужно было как-то решить вопрос с медицинской страховкой, потому что медицина здесь дорогая. То есть, если так с улицы зайдешь, то потом не расплатишься за любой чих. То есть, желательно что-то с этим придумать, чтобы себя как-то обезопасить. Стала выяснять, что можно сделать в этом случае. Тем более, я купила машину через 3 дня. То есть, риск повысился. Мало ли что случится. Но это у меня такой характер. То есть, я люблю все заранее продумать. И одна из знакомых подсказала, что есть такая visitor's insurance для приезжающих. И в том числе, она действует для тех, у кого еще нет грин-карты, у кого еще нет документов местных. Потом можно ссылочки там дать на эту компанию. То есть, она не одна, эта компания, там несколько ими занимается. И в итоге, я подумала, что грин-карту я, наверное, месяца через 2 получу. Через месяц, через 2. То есть, как-то надо немножечко с запасом. И на 2 месяца взяла эту visitor's страховку. Стоит она, по-моему, 100 долларов. Плюс-минус, там просто в зависимости от того, какой пакет. Знакомая посоветовала. Это компания американская предоставляет такую услуги? Я пыталась там отследить, как эта проплата. Она не техасская, но она, по-моему, американская. Хотя не уверена, может, это что-то еще какое-то. Какое-то у нее международное есть филиалы. Я почему спрашиваю? Общеизвестно, когда мы приезжаем как туристы, мы в России покупаем подобную страховку. То есть, это был не тот момент? Нет, нет, нет. Я даже с российскими, я даже... Они, наверное, не стали покрывать то, что я не турист же. Я же, я же, как бы, у меня другая совершенно причина. Я же не турист. Да, это другой случай. Поэтому на этот случай здесь тоже все предусмотрено. Так что без страховки никто не останется. Стоила она, по-моему, 123 доллара. Но это, опять-таки, зависит от того, какой пакет ты выбираешь. Там есть несколько пакетов. Мне посоветовали выбрать пакет, где в том числе входят анализы. То есть, если ты попадаешь в больницу, чтобы тебе анализы, все исследования были бесплатны. Потому что на этом тоже это очень дорого. И желательно, чтобы страховка это тоже покрывала. Это называют вам Pre-Existing Medical Conditions. Ну, опять-таки, будет ссылка. То есть, там все можно почитать подробнее. И таким образом я успокоилась, что на 2 месяца у меня есть страховка. Подожди, я пропустила момент. Это только на 2 месяца можно? Нет, это пока ты не получишь свою грин карту. А, окей. У меня, поскольку она только через 2 месяца пришла. Но я так прикинула, какой срок примерно мне нужен, чтобы точно пришла грин карта, чтобы никаких не было вопросов. Ее можно продлить, она месяц по месяцу. Это не то, что тебя там заставляют, как вот заплати за год, да, потом будешь с нами судиться, чтобы ее там закончить, да, там через полгода. Это не тот случай. Здесь помесячно. То есть, это просто удобно достаточно для людей. Моя знакомая заказывала такую страховку для приезжающих родителей пожилых, да, для пожилых там специально, а то возраст зависит пакет тоже. Это все можно почитать. Ну, потому что были случаи, что приезжали родители, одному из родителей становилось плохо и приходилось там по 7 тысяч долларов отдавать там за эту медицину. А что делать? Потому что маму надо там действительно там как-то ей было помочь. То есть, уже на эти случаи лучше иметь какое-то вот прикрытие. Вот, и поскольку, как раз был у нее, по-моему, пост в Фейсбуке, что вот произошла такая ситуация, и это меня тоже сподвигло поисследовать этот вопрос. Вот, ну, в общем, с визитерс разобрались с страховкой. И когда уже пришла моя грин-карта, я уже стала думать, а что мне делать? Потому что работы я тогда еще не нашла. Это был январь месяц. У меня заканчивалась моя визитерс 8 января. Вот, и примерно где-то меньше месяца я решила, что я вообще без страховки, а даже меньше двух месяцев я не имела никакой страховки. То есть, здесь, по-моему, новые правила вступили в силу. Это когда ты больше двух месяцев без медстраховки, ты должен заплатить в конце года штраф. И если он в прошлом году, в 2015, он был, по-моему, 100 долларов, да. Ну, это можно опять-таки почитать. То в этом году что-то там около 700 долларов. Обещают. Да, да. Ну, есть различные исключения. Скорее всего, те, кто не работает, они попадут, да. Но, опять-таки, предлагалось не рисковать этот вопрос выяснить подробнее. И я стала ходить по различным социальным офисам, социальных служб здесь, в Хьюстоне. Опять-таки, здесь есть очень много возможностей, чтобы разобраться со страховками для тех, у кого нет работы, для тех, у кого маленькие дети, да, различные ситуации. То есть здесь, как бы, в беде не бросят, да, всем помогут, все равно какой-то вариант найдется, как он и нашелся в моем случае. Вот, то есть я сначала надеялась получить страховку какую-то местную, да, хьюстонскую, потому что у каждого города и даже у каждого департамента в городе может быть своя программа. То есть, вот у меня, допустим, я живу в округе Хэррис, у них есть свои программы. То есть, допустим, в Улэнсе может быть свои программы у социальных служб. Это надо обращаться по месту жительства, то есть им надо будет принести какую-то бумажку, где ты живешь с адресом, да, чтобы они, как бы, знали, где ты там, что ты к этому району относишься. И они могут предложить разные программы. Но все изначально советуют обращаться, healthcare.gov, это официальный сайт, он для всей Америки. Там нужно заполнить анкету, указать, работаешь ты, не работаешь, есть ли у тебя страховка, сколько у тебя членов семьи, там, замужем, не замужем, есть ли приемные дети. То есть, там, куча вопросов, да, ты на них отвечаешь, и тебе система, как бы, навскидку выдает, вы там, eligible, там, вам положено, вот, вы можете у нас взять вот такую-то, такую-то страховку. И поскольку, я этим вопросом еще в декабре занималась тоже, healthcare.gov, я все это преследовала, я им прозвонила, разговаривала с представителями, то есть, что в моем случае можно сделать. Но поскольку, вот такой нюанс интересный, у меня был social security, но не было еще грин-карты, и я не попадала под их программой, поэтому мне предлагалось эту страховку купить за свои деньги. Самая дешевая была, 190 долларов. Я сказала, ребята, идите вы нафиг. Это цифра за месяц, верно? Да, да, это цифра за месяц. Вот, я решила, что, ребята, ну, у вас нафиг, я попробую найти еще какие-то варианты, поэтому стала уже местные социальные службы, да, как бы, вот, исследовать. И единственное, что у них вступили в силу некоторые изменения, они в этом году, с этого года, они не смогли предоставить мне вот эту страховку местную, и стали отправлять меня, опять-таки, на healthcare.gov, либо идите, там еще вот есть несколько вариантов, это можно тоже ссылочки дать, у меня бумажки все остались. Проверьте там, то есть, что вам, что вам может там, что-то вам дадут. И в итоге, когда я... Что-то типа Texas Benefit. Да, да, вот, вот, то есть, надо проверять. Это в каждом, в каждом штате, да, есть какие-то вот программы, под какую-то должен человек все равно попасть там, в зависимости от его ситуации. То есть, моя ситуация, что я сингл, что у меня нет детей, у меня нет дохода, у меня не было тогда еще грин-карты, да, то есть, мне предлагалось это все купить. Когда я уже стала в феврале звонить им еще раз, потому что на форуме опять пошло обсуждение, что можно ли жить без страховки, да, предлагалось на это дело все, как бы, забить. И никто вас там, кто вас там вычислит, да, вот, ничего с вами не будет, работы у вас нет, вы попадете под исключение, под extensions, да, то есть, вы проскочите. И одна женщина, которая работает в этой системе, она сказала, ребята, вы знаете, лучше вы не шутите с этим, да, вы лучше, как бы, еще раз позвоните, узнаете. И в том числе мне, я ее уже напрямую спросила, что делать мне. Она говорит, звоните в этот hell.gov и добивайтесь от них, вам положена какая-то страховка бесплатная. Просто вы не на того специалисты попали, они там все с разным уровнем знания. Кстати, я столкнулась здесь, иногда надо несколько раз позвонить в одну и ту же организацию, чтобы найти человека, который действительно разбирается в вашем вопросе. Вот, то есть, это вот с этим сайтом у меня так и было, с этой системой. Ну и ты позвонила туда? Да, и я сказала, что у меня пришла грин-карта, они сказали, о, у вас произошли изменения, любые изменения нужно им сообщать. И попался компетентный специалист, слава богу, вот как раз мне, опять-таки, повезло, можно сказать, потому что до этого, видимо, какие-то попадались люди, которые не сильно в этом, либо новенькие, ну, их понять можно тоже, да, но мне-то надо свой вопрос решить. Вот, и он мне помог, мы провели все это через систему, и система сказала, что мне положена страховка за 245 долларов, но я ничего платить не буду, будет платить правительство. И таким образом я с этой страховкой, бесплатной для меня, каждый месяц, она без deductible, то есть ты приходишь, у тебя что-то случилось, ты сразу получаешь медуслуги, ты ничего не платишь, там, ну, может, какие-то там есть нюансы, да, где-то там по 10 долларов ты там заплатишь, но это, это не deductible, там, не 3000, не 1000, не 2000, не 4000, не 4000, там, как вот есть некоторые варианты. Выходит, правду говорят, что бедным в Америке жить можно? Да, да, бедным жить, ну, да, очень даже, очень даже можно проскочить. Таким образом, лучшая идея в том, чтобы получить все свои документы, приезду, дождаться прихода всех документов, и точно знать свои права. Да, да. Узнать, что вам однозначно что-то положено. Положено, да. Ваша задача проверять, да. Узнать четко все ваши документы, честно, как бы, что у меня есть вот это, вот это, вот это, а вот это у меня нет, а вот здесь я не знаю. И все, как бы, вот эту ответственность, то есть не то, что ты сам, я там в систему зашел, и мне там отказали, я там все, я забил на это дело, да, я не буду больше туда ходить. Нет, это надо дозвониться, и со специалистом это все обсудить, то есть это будет их ответственность, что они тебе, и если они тебе отказывают, вот, они должны прислать бумажку, потому что, когда ты будешь репортить свои налоги, она может понадобиться. Поскольку мне отказали в Medicaid, вот, ObamaCare вот это, потому что по-техасским, именно, и только техасский нюанс, что я, у меня нет детей, да, сингл она не полагается. В других штатах, возможно, другая ситуация, то есть, и они мне прислали бумажку официальную с отказом, это все надо собирать с них. Бумажка пришла с ошибкой, я им позвонила, пришлите мне правильную бумажку, вот, потому что они причину написали, что я сама отказалась от этой программы, я сказала, это неправда, вы мне ее не предоставили, потому что у меня нет детей, и они мне прислали в итоге правильную бумажку, мы вам отказали, потому что... Ну, то есть, вот это все надо отслеживать, требовать с них правильные документы, общаться со специалистами, если у вас ответ специалиста не устроил, или вы чувствуете, что специалист не в курсе, или новенький, или он что-то не знает, вас ответ этот не удовлетворяет, либо просите поговорить с супервайзером, либо перезванивайте до тех пор, пока не попадете на компетентного товарища, вот, то есть, потом у меня три компетентных товарища попадалось подряд, так что я им еще раз несколько раз звонила, мы еще раз это все как бы обсуждали, вот, так что в системе немножечко там подглючивание бывает, тоже отслеживайте, приходит сообщение, что у вас там, вы должны там нам какие-то документы, а, в течение трех месяцев нужно прислать бумажку, если у тебя нет работы, что я такая-то, такая-то, я приехала, та-да-та, та-да-та, у меня нет работы, как только я найду работу, я вам сразу сообщу, подпись, дата, и отсылаешь по почте, вот, и почему-то система, я скан сделала, да, подцепила файл, и прислала такую бумажку, почему-то в системе они не смогли где-то там поставить галочку, что они от меня получили все эти документы, мне периодически на e-mail приходило сообщение, что у вас проблемы там могут быть со страховкой, пожалуйста, там, проверьте, все ли документы вы подали, и я каждый раз звонила специалисту, вот, это все подмечается, да, это все в системе отмечается, все разговоры записываются, то есть, чтобы не было ко мне потом претензий, что я что-то им не сказала, не дослала, вот, здесь очень четко, потому что они это любят, и они это проверяют, да, и на этом можно наколоться, если это игнорировать, то есть, ты живешь в этой стране, ты должен знать правила, по которым они здесь живут, потому что они это очень любят, и они очень не любят, когда правила не соблюдаются, вот, то есть, они могут тебе какие-то сделать поблажки, вот, но это все, как бы, вот, до определенного момента, то есть, в этой стране с законом лучше не шутить, это я поняла. Общая идея, резюмируя все тобой рассказанное, на улице никого не оставят, не так все страшно и фатально, да, медицинские услуги дорогие, да, жизнь здесь дорогая, тут же сразу хочется напомнить, но у нас и зарплаты совершенно другие, чем в нашей предыдущей стране, и если сильно надо, ни один человек не останется без помощи, любая категория населения, так называемая, малозащищенные, они имеют возможность получить по какой-то программе. Иногда даже больше, чем работающие и благополучные люди. Важно просто... Знать свои права. Находить информацию, знать, где ее искать и знать, куда пойти. Юля, спасибо тебе большое, в очередной раз напоминаю вам, что у Юли много есть чего порассказывать за ее 7 месяцев жизни в Америке, за ее время адаптации, если вам интересны какие-то еще темы, обязательно пишите в комментариях и ставьте плюсики или галочки, или сердечки, потому что Юля будет заглядывать в комментарии, ей будет приятно, что она это сегодня, сегодня утро потратила на рассказы для нас с вами. И не уходите далеко, в следующее видео эта очаровательная хрупкая блондинка расскажет, как она делала очень грязное дело, покупала машину. А здесь пока! Пока!